Приветствую вас, дорогие друзья! Давайте обсудим итоги недели и что нас ждет на будущей неделе. Так, ну вот, начнем с отсчетов SFTC. Американские трейдеры по-прежнему делают ставку на рубль. Вот у них лонги даже немножко выросли. Поэтому, исходя из этой информации, надо полагать, что, наверное, в ближайшие дни, по крайней мере, до заседания ФРС, существенных негативных движений по рублю не будет. То есть рубль будет устойчив, либо даже укрепляться. Ну вот, в Америке продолжается эйфория в ожидании заседания ФРС, который 31 июля. Соответственно, растут лонговые позиции по американскому индексу S&P. И, соответственно, рынок обновляет хайи все дальше и дальше американские. Так, ну вот по золоту. По золоту, как ни парадоксально, у нас тоже идет увеличение лонгов. Но вот это связано с тем, что при снижении ставок золото, как правило, растет. Это связано с тем, что золото – это средство для сохранения сбережений и борьбы с инфляцией. Дальше. Нефть. По нефти у нас пошел откат позиций. Нефть, она тоже, как и другое сырье, зависит от ставки ФРС. При смягчении политики она обычно растет в цене. Но здесь еще другой фактор. Здесь сейчас избыток производства нефти. И поэтому ситуация с ценами на нефть, она может не вполне коррелировать с манеритарной политикой. То есть с процентными ставками, с их сокращением. Но число буровых продолжает понемножку снижаться. Это связано с тем, что сейчас многие производители сланцевой нефти и газа в США находятся в очень сложной ситуации. То есть у них у некоторых банкротное состояние. И поэтому, соответственно, сокращается добыча. Но в целом это, по идее, должно позитивно повлиять на цену на нефть. Потому что сокращение предложений, оно приводит к увеличению стоимости. Вот наш график нефти. Сейчас до заседания ФРС, которые в среду, наиболее вероятный сценарий это то, что нефть будет где-то в этом диапазоне 62-63. До заседания, возможно, краткосрочная задерка вот сюда на эту цель 66,6. Но, скорее всего, после заседания, потому что покупая на ожиданиях, продавая на выходе новости, скорее всего, если на 0,25 ставку они повысят, понизят они на 0,5. А есть еще такой вариант понижения ставки на 0,5. То, соответственно, скорее всего, нефть пойдет тестировать 62 и, может быть, 61,5. Но посмотрим. То есть, скорее всего, до заседания будет либо движение в канале, либо рост. После заседания, скорее всего, движение вниз. С нефтью ситуация ситуативная сейчас. То есть она и так ситуативная. А здесь как бы фон новостной. И новости очень сильно влияют на движение внутри дня. Поэтому выход какой-то новости может кардинально поменять направление движения нефти. Так, ну это вот наш фьючерс на наш индекс, российский РТС. На что хочу обратить ваше внимание. Вот у нас здесь была достигнута вершина максимум. Ну тут двойная вершина, разворотная модель или там округлая вершина. И в четверг, в пятницу произошел слом этого тренда. И, соответственно, вполне возможно, что до заседания ФРС, в ожидании заседания, мы будем расти. То есть наш индекс пойдет вверх. Вот видите, здесь разворотная формация волчок и большая свеча растущая. Так, это то, что касается нашего рынка. Так, вот Газпром. Но с Газпромом вообще чудеса на виражах были. На самом деле, в одном из предыдущих выпусков, когда вот первая вершина была достигнута, и он откатился, Я обращал ваше внимание, что вот он куда-то вот сюда или вот сюда может сходить. Но скорее вот сюда, потому что здесь уже как бы перелом тренда может возникнуть, растущего. Вот, собственно говоря, вот он в этот диапазон его и загнали. Здесь он набрал топливо для роста, и, соответственно, теперь он готов к тому, чтобы тестировать 256 и, возможно, пойти даже выше. На 268 и так далее. Надо посмотрим, это пока под вопросом. Почему вот он так провалился на 207? Там вышла новость о том, что там какая-то структура, связанная с компанией, она там продает акции на 2 или 3 миллиарда. Ну, это новость, да. Но вот смотрите, вот здесь была такая модель. Сейчас давайте, наверное, часовой график я поставлю. Так, часовой график, и немножко мы сюда вот сдвинемся. Вот. Вот это вот типичная картина, когда крупный игрок набирает позицию. То есть, сначала проторговка, потом высаживание. Выход из этого небольшого высаживания на большом объеме. Новый проторговка, и после этого рост. И уже как бы здесь рост такой основательный идет. Вот. Поэтому просто вот этот уровень, когда набор позиций был, 205-210, мы его сейчас отработали. А предлог какой мог быть, связанный с акциями или с деятельностью компании, тут как бы разные бывают варианты. И вот эта модель отрабатывается. Так, но он вернулся в диапазон, вот обозначенный изумрудными линиями. Соответственно, вот если он в этом диапазоне удерживается, я думаю, он будет, ну какое-то время он должен проторговаться, отстояться, и после этого он будет расти. И, соответственно, скорее всего пойдет на перехай 256, потом 268. С учетом того, что близко заседание ФРС, он может ускоренными темпами сходить вверх, третью вершину нарисовать, или даже 268, и после этого откатиться вниз. Но он может оставаться в диапазоне. Поэтому, как я вижу, что с ним делать. Если вот он пробивает вот эту линию, и потом вот эту красную линию, и этот пробой идет на повышенных объемах, и он здесь закрепляется, начинает торговаться, то, скорее всего, он пойдет выше. Если вот он здесь ходит, немножко походил, сюда отлетел, то есть это начинается проторговка, и здесь можно на минимуме покупать, на максимуме продавать. То есть тоже это вариант для того, чтобы зарабатывать деньги. Но вероятность, наверное, процентов 60-70, что до заседания ФРС он пойдет вот сюда вот выше. Так, что же это было с акциями «Газпром», когда произошло падение до 205-206 рублей за акцию? Многие говорят, это был крупный игрок, который там набирал позицию. Вот обратите внимание, такая новость есть о том, что «Нафтогаз Украина» выиграл арбитраж у «Газпрома», и, соответственно, он имеет право списать, в соответствии с решением суда, сумму порядка 2,5 миллиардов долларов. Соответственно, вот то движение, которое было, как раз в продаже акций на сумму 2,5-3 миллиарда рублей продавала голландская компания «Дочка». Скорее всего, тут была просто операция по переводу акций «Газпрома» со счета юридического лица европейского в российскую юрисдикцию, для того, чтобы по решению стокгольмского арбитража «Нафтогаз» не мог списать эти акции со счета европейской компании. Таким образом, вот эта коррекция, которую мы наблюдали, резкое падение до 205-210 рублей за акцию, по-видимому, носит исключительно технический характер. Как вот я вам показывал на графике, ранее был набор позиций в этом диапазоне крупным игроком, и сейчас это была техническая корректировка, возврат на тот диапазон, когда был набор позиций крупняком. Соответственно, сейчас, с учетом этой ситуации, надо будет посмотреть, как в понедельник откроется рынок, но, возможно, будет отскок вверх по «Газпрома» продолжаться. Так, рубль-доллар. Ну, здесь вот, как я говорил, в четверг был набор позиций крупным игроком, и я говорил, что цена в пятницу достигнет 61.964. Ну, 63.964. Так оно и было. Единственное, я только ошибся со временем достижения. То есть, я думал, с утра начнется рост, но с утра было стандартное падение, как и до этого доллара, и рост начался во второй половине дня. Соответственно, здесь вот были достигнуты максимальные значения, и если в понедельник с утра не будет никаких Армагеддонов, то здесь два варианта сценария есть. Либо он вот от 63.800 начинает торговаться выше и уходит на 64, но это, мне кажется, сценарий, его вероятность, наверное, 30-40%. И наиболее вероятный сценарий, с моей точки зрения, если нефть в понедельник с утра не начинает падать и никаких негативных новостей не происходит, он должен отработать вот эту цель 63.600. А дальше, соответственно, он в этом диапазоне, в этом канале будет ходить. Поскольку нет пока существенно негативных новостей и ожидается заседание ФРС со снижением ставки, я думаю, здесь есть шанс на укрепление рубля по отношению к доллару. Так, Сбербанк. Ну, вот смотрите, Сбербанк начал снижаться, но он так и не пробил вот эту цель, канал, нижнюю границу. То есть, соответственно, пока он находится вот в этом канале, у него сохраняется вероятность движения вот сюда вот на 237 и даже 243. Как только он канал пробивает, это все тушите свет, скорее всего, он будет снижаться дальше. Но в силу того, что сейчас действуют позитивные ожидания на рынке, соответственно, скорее всего, он отразится наиболее вероятный сценарий отсюда и пойдет тестировать верхние цели. По крайней мере, до заседания ФРС я вижу вот такой сценарий наиболее вероятный. Так, дальше ВТБ. Так, ВТБ у нас находится в дренаже, он ходит в этом диапазоне, отстаивается, набирает силу перед дальнейшим движением вверх. И здесь по ВТБ у нас получается следующая картина. Вот я вам показывал график Газпром, там диапазон у него был 205-210, где крупные игроки очень активно набирали позиции. После этого было максимальное значение и откат на этот уровень, где крупные игроки набирали позиции под предлогом новостного фона продажи акций. Вот я обращаю внимание, ВТБ такой же интервал есть, как у Газпрома и ситуация во многом схожа. Вот здесь вот был набор позиций крупными игроками, это вот цена в районе 40, и вот здесь вот 38,8. Соответственно, есть вероятность того, что повторится сценарий, как с Газпромом. Возникнет внезапно какая-то новость, и ВТБ тромбанут сначала досюда, а потом досюда. И уже отсюда будет рост и покорение новых вершин. Но здесь сейчас, наверное, ничего такого не произойдет негативного до среды. То есть, скорее всего, мы здесь вот поболтаемся в этом диапазоне, может быть, даже пробьем немножко вот сюда вот выйдем. А после заседания ФРС, когда выйдет новость, то как раз вот есть все шансы, чтобы спикировать, ну как минимум, вот сюда вот и, возможно, вот сюда. Так, ну основные моменты мы обсудили. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...